Глава региона провел заседание антинаркотической комиссии. В нем приняли участие члены правительства округа, представители правоохранительных органов и общественных организаций. Участники обсудили ситуацию на территории автономного округа. По последним данным с 2010 года количество потребителей запрещенных веществ в округе снизилось в два раза. На 50% по сравнению с 2010 годом сократился уровень наркопреступности. Из незаконного оборота за 10 лет изято более 270 килограммов наркотических веществ. В этом году на территории округа выявлено и зарегистрировано 512 наркопреступлений, что ниже на 4%, чем в прошлом году. Губернатор отметил, что ситуация в регионе требует слаженной работы всех структур, как части профилактики, так и выявления правонарушений. Он поручил усилить эту работу. В администрации Ямальского района состоялось очередное заседание рабочей группы по информационному сопровождению антитеррористической деятельности. На мероприятии были рассмотрены итоги за 2020 год. Информационное сопровождение у нас обеспечивается. Обеспечивается на различных информационных ресурсах, включая это печатные органы. Ну и заканчивая, конечно, уже телевизионными репортажами на федеральных каналах. Это, допустим, Россия-1. Кроме того, на официальном сайте администрации района создана вкладка антитеррористической комиссии. По информации о посещаемости ресурса и количеству просмотров можно сделать вывод об актуальности и востребованности контента, размещенного на сайте. СМИ неоднократно размещали социальные ролики по противодействию терроризму и экстремизму. Что касается наглядного материала демонстрационного, то отделом по обеспечению деятельности комиссии у нас был разработан ряд памяток. Это четыре вида, которые направлены, опять же, на противодействие терроризму и террористической деятельности. В третьем квартале принята муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, в рамках которой будет проводиться информационное сопровождение всех проводимых мероприятий и мониторинг социальных сетей на предмет выявления признаков терроризма и экстремизма. С середины декабря в Сейхе началась настоящая арктическая зима. Уже на протяжении недели стоит морозная погода с порывистым ветром и метелью. По словам жителей, метет почти каждый день, начиная с 11 декабря. На сегодня в Сейхе прогнозируется сильный ветер, видимость 500 метров, пурга. Судя по прогнозам, такая ситуация будет продолжаться еще несколько дней. Температура воздуха будет понижаться до минус 40 градусов. Вот, допустим, сегодня с утром идет, и я решила, что мой сын, который учится в третьем классе, в школу не пойдет. Заранее мы предупреждаем всегда нашего классного руководителя. И в этот день мы, школьники, получается, учатся на дистанционном. То есть занятия также никто не отменяет, то есть им отправляют задания, и они уже дома учатся. Последствия такой стихии очень существенны. Снега наметает много, заваливает подъезды и подходы к общественным местам. К примеру, особенно часто во время Бурана заметают лестницу местной поликлиники, что затрудняет подход к зданию посетителям. Такие же проблемы возникают у сотрудников поселковой администрации. В Ярселе уже на следующей неделе стартуют новогодние утренники в детских садах и в школе. Все мероприятия будут проходить при соблюдении определенных условий. Несмотря на ограничения, дети не останутся без одного из главных праздников. Для детей раннего возраста, первых и вторых, младших, а также средний групп в детском саду «Солнышко» мероприятия будут организованы в групповых ячейках, без присутствия родителей и других приглашенных гостей. У детей старших и подготовительных групп мы проведем в музыкальных залах с утра и вечером, для того, чтобы у нас была возможность обработать зал, провести все профилактические мероприятия. С 24 декабря по 29 мы готовы к проведению мероприятий. Новогодние мероприятия в школе пройдут также с соблюдением всех профилактических мер. Все утренники состоятся 25 и 26 декабря. Учащиеся проведут их в каждой своем классе.